есть у меня такой аккумулятор дождя 2000 мА часов 20С теперь попробую потом измерить этим прибором сколько они емкость потеряли от ноутбука но и напряжение на них очень низкие 357 мм 0,7 вольта 102 вольта так что эти вообще как бы должны быть но не столько ни один человек говорил что как бы нельзя разряженному долго держать аккумулятор от велосипеда что получаете они тут вообще очень глубоко разрешенные я подозреваю тут они очень долго лежали и у одного человека взял эти аккумуляторы по идее очень сильно эти должны емкость потерять эти две эти не так сильно их нужно на 50 2 вольта 2 вольта 0,7 вольта тут 0,3 вот как тут контакты идут вот как тут контакты идут вот тут какие-то 3 контакты там датчик наверно температуры там датчик наверно температуры вот тут платка можно было бы для шуруповерта использовать но непонятно где тут подключать плюс и минус сниму на память может кладка пригодится потом чтобы знать где что подключить достал первый аккумулятор на котором 2 вольта на самом деле 12 вольт питается этого блока питания туда чарльт. О, курент. Ток. Десят миллиампер. Но теперь долго будет заряжаться. Вот падает ток, значит, либо он понимает, что это может 1,2 вольта аккумулятор. Он воспринимает его как 2,3 вольта. Нужно, наверное, сперва вручную его немножко подвергить. Тут 6 вольт, но под нагрузкой просядет. Штук тут 1,2 ампера, как бы не очень высокий. Как бы многовато, но главное, чтобы напряжение поднялось до 3 вольта, то он что-то определился как литий-ионный аккумулятор, а не какой-то другой. Вот зарядил я его до 3,3 вольт где-то. Теперь он и встал в это заряжающее устройство. Теперь он уже начал нормально заряжаться. 200 миллиампером током. Дрон вернет. Теперь он долго будет заряжаться, если тут где-то емкость близко к 4000, как должно быть. Сперва хотел похвалить, что 144 миллиампер часа набралось. Но потом посмотрел на напряжение. 354 вольта мне показалось, как там многовато. где-то чуть ли не четвертая часть громкости набралось от миллиампер-часа только 146 миллиампер-часов. Набралось только миллиампер-часов. 363 вольт. Нужно было большим током заряжаться там. Вот так вот. Долго заряжаться. 1 ампер это был током 0 и 5С было бы. Почему нельзя теперь менять этот ток, когда я уже... Чего время работало здесь. Почему не меняется, не понимаю. Повесил вот эти 4 весит 171 грамм. Что я заказал на Алиэкспрессе? Какие-то заказывал. Вот эти заказал. Почему я именно эти заказал? У меня такие они есть. У них ёмкость 3400 на Ач. Они более-менее соответствуют своей ёмкости. Тут я делаю 4,9. Это хорошо, когда 4,9. Когда 4,7 уже нужно засомневать. Ну ёмкость она примерно соответствует. Даже если меньше, то немножко-то ничего страшного. Вес их 47 грамм. Такие можно поставить 3 в параллель. Это получится 3400 на 3 умножить. Ну учитывая, что ёмкость немножко меньше будет, так можно считать, что это будет 10 Ач и 37 В. И вот какой вес у них аккумулятора получится. 46 грамм. Вес. 46 умножить на 30, каких-то понадобится. 10 в параллель и 3 по... То есть весить последовательно 3 в параллель. Множить на 30. Получится 1 килограмм 380 грамм. Ну там ваомассище, там всякие... Плёмки защитные, получится немножко больше. 1,4 килограмма можно считать. А у меня был, ну, аккумулятор, который... Воктор велосипеда, который в 2009 году. Папа на день рождения подарил. Там был аккумулятор тоже 36 В и 10 Ач. Там весь его вместе с корпусом алюминиевый был. 5 килограмм я измерял. Тут 1,4 килограмма. Это самая ёмкость. И то даже там... Ёмкость она была... Там был не новый, уже использован. И там... Ходил, он свой не подзаряжал, его никак не обслуживал. И там где-то он на своей температуре шуток там простоял. Видимо, после этого там всегда ёмкость его и упала. Ну и ещё долго разрешённый стоял. Тоже там шутки или больше. А вот если купить уже готовую собранную батарею на Алиэкспресс, Деградировавшую уже... Ну в общем... Лучше самому делать и новый... Новый аккумулятор, чем покупать... Главное это из-за вес. Тут если деградирует, тогда... Весь сильный... Весь на ёмкость килограмм на... На ватч-час он большой не будет. А если вот такой же купить... Он уже будет большой, если собранный купить. Поэтому это всё. Как бы эти собранные аккумуляторы ерунда, на мой взгляд. Но даже учитывая, что они ерунда, Но по сравнению с сенсовыми аккумуляторами, Так они всё равно намного легче получаются, чем сенсовый аккумулятор. Я раньше возил на электроэкспресс вот такие вот 3. Вот там по 11 килограмм последовательно включённые там. Потом ещё там возил один там аккумулятор. Вот такой его ещё последовательно подключал. Ещё он. 5 килограмм. Ещё там 1 за 2 килограмма их подключал. Ну... Сейчас там подключал. Где-то в общем на аккумуляторах было... 11 на 3 умолить будет. 33 плюс 5 будет. 36. 6. Потом плюс 2. И я вот этот тоже сищёлся. Это тоже 2. Плюс 4. 40 килограмм вводил на электроэкспресс. А тут вот... 2 килограмма могу вводить. Если тут ёмкость соответствует... Мне так же нужно было, чтобы до деревни не довёсывалось. А там ещё колёсики были маленькие. Поэтому там неэффективно использовала эту ёмкость. Я ещё не знала, что подводку нужно помогать мотору, чтобы он эффективнее работать. Потому что там не было похоже защиты. Там неэффективный мотор и всё вообще. Такая была ерунда. А теперь я думаю, что если бы и теперь я бы ехал, то мне бы захватило вот этих аккумуляторов 10-15 часов на моём новом велосипеде. Ну не новый, он старый. И мне бы хватило на там велосипеде поехать 42 километра до деревни. Без никаких там подзарядок в одном этом аккумуляторе. Ну, конечно, там подворки помогали, да? В некоторых местах мог бы помогать, но в целом там... Я бы... Так расслабленно бы ехал достаточно. И с 2 килограмм не мог бы доехать. А тут мне приходилось... Вот 40... Столько я 40 килограмм без тебя, и то я даже помогал там всякими питаниями, и то я до конца так не доехал в первый раз. И... Потому что там емкость немножко разнется... Там несколько... Один быстрее разорядится там... Потому что там один уже поддеградировал быстрее, а не то есть деградирует очень быстро. А уже второй раз, но там третий... И... Я скажу, что я ехал в этом вообще, он уже... Совсем... Но очень быстро деградирует, но даже... С ним... Даже после, когда немного там мемпой накатаюсь... Уже сильно деградирую. А, поэтому даже если будет 4 килограмма веса 10 кмч, то есть и то... Главно, что... Это и то очень... Хороший вес... Сравнимый... С 27 салоном. Это я их, по-моему, купил. Деньги потратил. До того времени... Большие деньги были. Для меня... И они теперь тут... Стоят. Ну, как оказалось, это самое лучшее. Я в своих видео говорю... Вот этот... 35 сантиметров... 44... Тот 45 самый первый покупал. Сперва на нем один ездил, но... Видимо, слишком я его глубоко разряжала. Он быстрее янко с уйтикал. Ну, и вот где-то... Ну, такой аккумулятор где-то стоит 40 евро. А вот эти банки... Вот я еще почему купил вот это... Вот эти шпильки есть. К ним можно подпаять. Соединитель спаять. Не нужно там перегревать контракты. Может они там немножко дороже, надо понять. Их, видимо, я вижу, что их никто не берет. Поэтому... Хорошо, что у них их... Зато там они более качественные. Ну, мне кажется... А то их как бы дешевле продают, что их никто не берет. И... И вот... Здесь с темпе часов, и у нас такой закон, что если больше 22 евро покупать, там накладывают таможенные кашлины. А если... А если 22 евро сама не принесешь? Пришел в другую... Следую из чего дня. Набрала 2,820 мАч. Это больше чем... То есть, больше чем половина. Это третья часть. Четыре тысячи делиться на три будет... Сколько? Сорок делиться на три. Какая-то цифра самая лучшая походит, подходит. Двенадцать на три — тридцать шесть. Двенадцать на три — тридцать девять. На четыре. Тринадцать четыре... Четыре... Сорок минус тринадцать будет... Двадцать девять. Ой... Двадцать семь. Двадцать семь. Больше чем тридцать часть. То есть, меньше чем третья часть. Все осталось. Чтоб набрал четыре тысячи глимпер часа. Но это на заряде. На заряде всегда больше будет. И он вот как бы еще заряжает, но он вероятно сам разряжается. Так, еще на заряде, что такая емкость — это не значит, что на разряде будет такая емкость. На разряде может там вообще быть тысяча миллиампер часов. На разряде может быть две тысячи пятьсот часов. В общем, в интернете пока отменил тот заказ, я увидел, что есть шесть аккумуляторных банок продается, и она еще дешевле выходит. Это два евро. Там и... И один такой почти два евро на одну такую. Два евро на одну такую ячейку. Банк. Поэтому... Я думаю, может, шесть, чтобы заказать, они вообще пока не заказывать. Потому что... Вот эти банки еще и чеки будут. И так меня уже достаточно много этих аккумуляторов есть. Я могу там около 70 километров выехать. Как бы... Я не особо пока катаюсь. Ясно еще или буду именно кататься. Поэтому... Может, заказывать не стоит, а мне еще подешевеет. Может, и подорожает. Но... Но они как бы без дела будут лежать тоже, как говорят, что... Они теряют емкость, когда сделали что-то. Я так не думаю, что они там особо потеряют. Ну все. Пока вроде бы их и не надо. Может, когда потом пригодится. Но когда пригодится. Может, что-то поменяться. Какие-то налоги введут дополнительные. Или... Или долго посыпать, если будет, пока она дойдет. Что-то не надо. Чего времени не знаю. Сын... 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 Мне кажется, что все-таки не болит. А, ну да, я купил 6 таких зеленых банок. И 6 таких. И 6 плюс 4. Использовал для аккумулятора. 10. А теперь еще две остальные. Я думал, что у меня еще 4 такие есть. Сейчас я закажу так. Да, может, ты серия не отменял заказ. Думал, что 4 у меня есть еще 6. Прикуплю и будет как раз 10. И потом я смогу в параллель добавить к аккумулятору. У меня оказывается только две. И если 6 еще прикуплю, то не очень. Но нужно будет какие-то две отсюда взять, конечно. Стоять ем, посетим. Миск. Может, я буду заказать. Теперь буду заряжать на который 0,8 вольт. У меня есть 3. У меня есть 3. У меня есть 3. У меня есть. У меня есть 3 и 5. У меня есть 3. на начало сделаем измерить сопротивление внутреннее где-то 40 вам было бы нормально 40 20 для хороших аккумуляторов вот 183 вот это для слабых старых аккумуляторов то это тоже нормально и при заряженном состоянии этот параметр правило лучше тут вот сделаем ты где-то с 93 она тут уже можно делать наверное разряд 1 ампером четвертая часть ца есть было бы 2 ампера 1 то есть 4 ампера было бы 1 ца чтобы не водится если такие параллельно 4 слышать не 2 такие или 3 так тут будет ток 10 ампер 10 поделиться на 2 будет 5 ампера если на 3 будет 3 ампера если бы из них сделать батарею на 10 амп часов ладно пусть будет есть чтобы сравнить емкость сколько надо наберется сколько надо я спешу то потом что-то не то сделаю кнопка какая-то какая-то кнопка это термодачка наверное при нагреве и вот сопротивление растет и не выпадает не спешит я кто-то не буду все негде спешить все эти сперва покажется с неопытом то есть зимой если все нормально будет вот один час тысяч миллиампер часов ну вот 3 10 вольта вы ее быстро разрядите 2245 миллиампер часов 2 часа 15 минут несколько теплых значит мы меньше не будем больше отдали потому что в тепло меньше будет если запараллелить больше то она не будет больше отдавать потому что меньше в тепло будет уходить 2 5 5 5 6 6 7 Зря. Разряжаем вот этот аккумулятор еще вдобавок током 202 мА. Вот оно напряжение поднялось после разряда током 1 А. Теперь снова можно продолжать разряжать более слабым током. А вот этот последний забыл 0,3 вольта, на котором я измерял теперь вообще что-то на нем нисколько вольт нет и не хочет заряжаться. Умерил напряжение на нем 0. Соединил я их, они не заряжаются, такая белая прокладочка была, достаточно тонкая, что мог закоротить вот этот, если и этот нечаянно, это нехорошо будет, тут как бы такая тоненькая прокладочка белая стыла, И потом вот этот синий вот, вот этот тоже очень тоненький. И тут же может, например, вот этот прогреться и тут потромиться и будет плюс-минус. Так что нужно тут, в этой стороне дополнительный изолент обмотать и тут, особенно в 2000 части. Нужно не мотать, а тут главное, чтобы вот этот не дотронулся. Вот для этого, этого корпуса. Может этот вот есть плюс-минус-минус-минус-минус-минус-минус-минус. Почему ты такая? Прям как бог. Уже 3 вольта. Уже 3 вольта. Уже пусть я должен тут включить? Уже пусть я должен включить? Там было, кажется, 2200, там с чем-то плюс 3, получается это 2500, а было 2800, но учитывая на потере, так можно сказать, примерно все нормально. 2500, и он прислаблен тоже. Чтобы смотреть, на какое напряжение оно отключается. Что-то видео отключается, видео что-то отключается, не знаю, как он замерит. Наверное потом где-то следить. Проморгал, телефон как раз выложил, проморгал, вот показывает, что 2,8 будет, теперь 2 уже 99, ну видимо там где-то на 2,85 или что-то, ну как-то быстро до 2,8 упалый и как бы кончился разряд. Ну и теперь на полностью разряженном проверить нужно сопротивление. 91, а было 80, ну так не сильно отличается от полностью заряженных. 1,5 упалый. У нас все запрямилось, как он готов. Нужно показать, что он замерит. Вот продолжается, как он замерит. 3 вольта и 32 по мультиметру. 3 вольта 0.38, 3 вольта 0.32, 3 вольта 0.38, это примерно значит напряжение правильно показано. Немного подзарядить можно, чтобы не был полностью разряжен. Хранить его наилучше заряженным на 40%, до 3,5, до 3,6 вольт зарядить, на таком состоянии ставить. Я думаю можно и до 3,7, до 3,8 там особо страшного не будет. А вот на 4 и 2 там будет заряжать уже не надо. Тогда он как бы будет быстрее терять свою емкость. Даже если он будет просто лежать и ничего не использовать не будет. Если просто лежать будет и не будет его никто им пользоваться, будет невозвратно терять свою емкость. Ого, 3 тысячи. 4,174 вольта. У нас замерил мультиметром напряжение. А тут 4,18. Немножко больше показывает. Сопротивление измерить. 58. Даже лучше, чем тот, там было 81. Еще один раз сделаю. 1 ампером. Мы разделяем на 1 ампером. И так чтобы рядом сильно забываем в正bin感. Немножко больше! Укладываем на 2 ампером. Затем мы от afectаемся нашим. отходит в час почти тысяча миллиметров часов набралось например вот эти новые аккумуляторы которые в прошлом году покупал и я не использовал они унижают сопротивление 75 72 ума первый раз у меня семьдесят пять, а потом вторая семьдесят пять, третья семьдесят пять ну вот, кончился разряд, до двух и восемь разрядилась уже подвелась мне тысячи почти триста миллиампер часов набралось примерно один он еще вентилятор надувает, хоть уже кончился разряд сюда все девятнадцать всё и немножко теплый двадцать Друзья, нормально покажу 54 если служить так около 100 каждый нужно сказать это достаточно немало поэтому это не даже при одном ампере если таких они даже нагреется так что нужно если на электрическом велосипеде как там может 12 металл максимум ампер брать вот этого в экономном режиме очень при таком токе если этих аккумуляторов мало параллельно садов то не вообще-то буду греть если вот тут три тысячи лет и считать то есть все-таки шла в параллель и тогда будет 3 ampere будет всего топ на ампер каждой я не буду тенегреть даже не сильно вреда будут даже при трех ампер если тут вообще 10 и 12 ампер то они вообще-то будете нагреться поэтому нужно в параллельно желательно больше ставить чтобы не терялась энергия просто она там наверно не такая лишь большая но все равно говорят что это аккумулятором вредно не очень в это верю но и все равно кое-какое тепло будет просто идти на нагрев так лучше пусть на нагрев идет накручение колес вот еще разрядить до конца на меньшем топе попробуй уже 3 вольт набрал еще 327 милимпер часов вот кончился разряд так обыд все и и и и и и и Продолжение следует...